всем привет это первая часть где мы свяжем полностью основную часть нашего динозаврика и да в этом видео мы будем начинать вязать динозаврика вот такого замечательного динозаврика которого можно использовать на брелок да и в принципе как статуэтку очень милая игрушка может сойти даже в подарок но давайте меньше слов больше дела поэтому давайте начинать и так я беру нитки двух цветов один цвет будет как основной а второй как для полосок и так начинаем мы с основного цвета у меня это голубой и вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми далее стягиваем кольцо и ставим маркер и сразу же дальше вяжем второй следующий ряд в следующем ряду мы вяжем 6 прибавок подряд то есть в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида затем вяжем третий ряд в третьем ряду мы вяжем столбик без накида после чего вяжем прибавку и так повторяем аж до конца ряда то есть столбик без накида прибавка потом снова столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз в конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида далее вяжем четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и затем вяжем прибавку то есть два столбика без накида в одну петлю эту комбинацию мы повторяем 6 раз и в конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида следующий ряд вяжем без изменений 24 столбика без накида каждый столбик вяжем в одну петлю следующий ряд мы вяжем снова с прибавками вяжем 3 столбика без накида далее делаем прибавку и дальше через каждые три столбика вяжем прибавку эту комбинацию мы повторяем 6 раз в конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида далее вяжем седьмого по девятый ряд ряды без изменения вяжем три ряда вот как обычно просто по 30 столбиков без накида три ряда после чего будем делать ряды с убавками и так 10 ряд в десятом ряду вяжем 10 столбиков без накида затем вяжем убавку берем передние полупетли и связываем их вместе в этом и заключается убавка в том чтобы связать две петли вместе и получив из двух петель одну петлю думаю тут все понятно обязательно повторяйте за мной и у вас все получится потому что не повторяю вас не получится таких убавок мы делаем 5 подряд и после этого в конце ряда снова делаем 10 столбиков без накида в конце ряда таким образом у нас получится 25 столбиков без накида и так далее 11 ряд в одиннадцатом ряду вяжем 8 столбиков без накида затем делаем 5 убавок снова таким же образом кстати те кто не умеет делать столбики без накида или убавки или прибавки то обязательно смотрите все вся информация есть в моем плейлисте под названием как научиться вязать крючком я его прямо сейчас оставлю в подсказках или в описании под этим видео в принципе на мой канал можете зайти и сами почекать поэтому обязательно заходите и проверяйте дальше в конце ряда вяжем 7 столбиков без накида в принципе тут все просто сразу говорю что данный данная игрушка не подойдет прям для начинающих она подойдет для среди среднячков уже которые умеют вязать и которые в принципе прошарены в этом а и так 12 ряд делаем 5 столбиков без накида в принципе по тому же все принципу 5 столбиков без накида затем делаем 5 убавок подряд и в конце просто вяжем до конца до конца ряда столбики без накида то есть 5 столбиков без накида и в конце ряда у нас получится 15 столбиков без накида вот таким образом мы сократили все почему вы мы в одном месте постоянно делали 5 баллов для того чтобы сформировать челюсть нашему динозаврику или сформировать визуально голову такая как она должна быть наш не буду динозавра круглая верно поэтому мы такое и делаем то есть мы лепим вот буквально лепим из не так вот так и так на 13 ряд 13 ряд очень простой просто вяжем обычный ряд без изменений по 15 столбиков без накида вот и все и так как подходит к самому интересному кстати набила голову и так вот мы видим а это голубой в это желтый я буду так позначать и так 14 ряд вяжем синим цветом нашим голубым цветом 12 столбиков затем 12 столбик довязываем не до конца и меняем цвет уже на цвет которым будем делать полоски буквально вот так и теперь б цветом то есть желтым цветом цветом полосок вяжем 3 столбика без накида вы должны понимать что а это синий я вот даже вам сделала небольшую подсказочку что а это синий по это желтый и обязательно следуйте за этим порядком иначе у вас не получится иначе будет очень сложно я обязательно смотрите за тем что я делаю это вам тоже очень сильно поможет потому что я сначала не разобралась если честно как где что вязать и так 16 ряд сначала мы вяжем желтым цветом после чего поменяем на голубой и так вяжем 3 столбика без накида 3 столбик мы до конца не довязываем то есть последний столбик мы до конца не довязываем и меняем цвет на 2 на следующий то есть мне в моем случае на голубой и далее вяжем 2 столбика без накида прибавка столбик без накида прибавка столбик без накида прибавка и в конце 2 столбика без накида мы делаем прибавки на 3 прибавки между которыми столбик без накида и вот мы заканчиваем двумя столбиками без накида 2 мы до конца опять же не довязываем а меняем цвет на желтый желтым довязываем 3 столбика без накида а кстати забыла подметить что мы постоянно прокладываем нить для того чтобы ее постоянно не отрезать и не перетягивать на другую сторону так очень удобно и нить не тратится очень сильно то есть все нормально и так 16 ряд 16 ряд тоже довольно простой ряд без изменений здесь уже прибавок нет вяжем желтым цветом три столбика без накида опять же третий столбик до конца не провязываем а меняем цвет на голубой и голубым уже вяжем до самого конца ряда то есть мы провязали вот эти два ряда с полоской думаю тут все понятно и вот вяжем до самого конца 15 столбиков без накида кстати в конце предыдущего ряда у нас получилось 18 столбиков без накида забыла об этом сказать и и так переходим к следующему ряду дальше следующий ряд мы вяжем основным цветом полностью то есть мы не меняем в этом ряду у цвета просто вяжем комбинацию 2 столбика без накида и прибавка эта комбинация повторяется 6 раз и в конце ряда у нас получается 24 столбика без накида дальше вяжем 19 ряд здесь уже замена цветом вяжем почти до конца оставляем 4 столбика без накида для желтого цвета то есть от основным цветом мы вяжем 20 столбиков без накида затем 20 не провязан до конца а меняем цвет на желтый и провязываем последние 4 столбика без накида желтым цветом следующий ряд начинаем с желтого цвета с цвета полосок вяжем 5 столбиков без накида тоже ряд без изменений в конце ряда забыла написать что это 24 столбика вот меня цвет на голубой снова вяжем до желтого цвета пока не дойдем до него вот я показываю и затем довязан не довязываем 15 столбик объем цвет на желтый и провязываем последние 4 столбика без накида опять же напоминаю что постоянно мы прокладываем нить когда вяжем 21 ряд начинаем мы с желтого цвета вяжем 3 столбика без накида затем прибавка и один столбик без накида его мы до конца не провязываем а меняем цвет на голубой им мы вяжем 2 столбика без накида затем вяжем прибавку и затем повторяем комбинацию 4 4 раза 3 столбика без накида прибавку это мы просто делаем до конца ряда и в конце ряда у нас получается 30 столбиков без накида мы сделали вторую полоску я в чем поздравляю вас далее вяжем ряд без изменений основным цветом 30 столбиков без накида затем 23 ряд в котором мы снова делаем третью уже последнюю полоску на нашем основном теле вяжем 25 столбиков без накида оставляем 5 столбиков без накида для желтого цвета 25 не провязан до конца меняемся на желтый и провязываем 5 столбиков без накида до конца ряда в конце остается 30 столбиков потому что этот ряд без изменений затем вяжем 24 ряд здесь мы уже выполняем комбинацию 4 столбика без накида прибавка в начале ряда желтым цветом и вяжем 4 столбика без накида затем вяжем прибавку и далее вяжем два столбика без накида за 7 меняем цвет на голубой и и уже вяжем 2 столбика без накида затем вяжем прибавку и затем три раза повторяем комбинацию 4 столбика без накида прибавка выполняем это три раза затем оставляя место и вяжем 4 столбика без накида прибавка и в конце рядом с получается 36 столбиков без накида вот таким образом мы вяжем 24 ряд довольно таки сложный ряд я знаю но вы должны его понять вот 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 и все ну дальше уже будет проще вам это обещаю 25 ряд ряд без изменений вяжем 8 столбиков без накида в начале ряда желтым цветом затем меняем цвет на голубой и уже до конца ряда вяжем обычный без изменения ряд и дальше мы можем в принципе отрезать желтую нить нить для полосок потому что мы больше уже не будем вязать полоски и вяжем 26 ряд ряд без изменений по 36 столбиков без накида все мы уже можем выдохнуть хух мы это сделали но теперь нам еще предстоит ряды с убавками к завершению нашего основного тела это было долго но мучительно 27 ряд 4 столбика без накида убавка повторяем это 6 раз и в конце ряда он получается 30 столбиков без накида после него вяжем уже 28 ряд 3 столбика без накида убавка повторяем снова 6 раз и в конце 24 столбика без накида уже ближе к концу теперь я набиваю пока не поздно 29 ряд 2 столбика без накида убавка 6 раз повторяем и у нас уже 18 столбиков без накида еще чуть-чуть осталось тридцатый ряд 1 столбик без накида убавка также повторяем 6 раз и в конце получается 12 столбиков уже близко и о тридцать первый ряд последний ряд которым мы будем закрывать все это дело к чертям собачьим и у нас получается что мы вяжем 6 убавок в конце у нас получается 6 столбиков без накида затем мы просто закрываем этот ряд сшиваем его дырку сшиваем и вот так у нас замечательно получается и вот такой у нас динозаврик получится когда мы посмотрим уже вторую часть поэтому обязательно переходите прямо сейчас на вторую часть если вы связали прямо сейчас мы телом вот и смотрите вторую часть и довязывайте этого замечательнейшего динозаврика всем спасибо за просмотр не отчаивайтесь если у вас что-то не получилось всем спасибо и всем пока пока